Профессора Брестского государственного университета имени Пушкина, педагоги и учащиеся старших классов лицея имени Петра Мироновича Машерова собрались в одном месте, чтобы обсудить направление программы патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы, а также найти точки соприкосновения, чтобы ее успешно реализовать. Да, задача сложная, но вполне выполнимая. Именно так посчитали участники диалоговой площадки. Определенными ориентирами будущей деятельности педагогов в совместности с молодежью послужат направления, которые широко представлены в программе историко-культурная, спортивно-патриотическая, волонтерская и многие другие. Мы будем говорить о том, как совместно университет, преподаватели университета, студенчество университета может проводить какие-то различные мероприятия или комплекс мероприятий, проекты по патриотическому воспитанию конкретно учащейся студенческой молодежи в рамках вот этой вот программы патриотического воспитания республиканской. А предложить было что? Ведь создавать и реализовывать хорошие проекты для педагогов и молодых людей – дело привычное, а потому, обсуждая на диалоговой площадке основные направления, подходы, формы и методы, а также формат взаимодействия между поколениями в реализации программы патриотического воспитания населением Беларуси на 2022-2025 годы носились предложения, высказывались мнением. Огромным потенциалом гражданственности обладает такое направление, как устная история. Необходимо эту область развивать. Мы с вами очень часто говорим, сбор воспоминаний и всегда почему-то обращаем внимание именно на ветеранов Великой Отечественной войны. Это понятно, это очень важная, серьезная страница нашей истории. И в этом очень многое сделано. Но нам устную историю необходимо еще спроектировать на другие категории населения. Она позволяет обеспечить связь поколений. Мы можем, спокойно пообщавшись с людьми, записав воспоминания того-либо иного периода, участников определенных событий, понять, почему так происходило, мотивы и деятельность людей. Стоит отметить, что заставить любить страну, в которой живешь, невозможно. Но создать предпосылки для того, чтобы человек сам полюбил свою родину, вполне реально. Сейчас в Республике Беларусь, опять же, в различных образовательных центрах происходит обсуждение данной программы, вносятся предложения, возможные корректировки. И с привлечением специалистов, обществоведов, историков, политологов, педагогов, в широком смысле этого слова, происходит обсуждение очень нужного программного документа, который сделает, наверное, более системной работу по патриотическому воспитанию, что чрезвычайно важно. Предложения, выработанные в ходе проведения диалоговой площадки, будут направлены в Министерство образования.